Снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. В данном видео мы с вами поговорим о так называемой армянской церкви. Я не касаюсь армянской веры как таковой, хотя считаю, что данная вера и является сектой, как к ней, впрочем, и относились во времена Византии. Но не будем об этом. Вера есть вера, и любая вера по-своему свята, пока есть человек, который истинно верит и соблюдает человеческие и божьи постулаты, то есть те постулаты, которые Бог написал для всего человечества. Ведь во всех святых книгах написано «не убей, не укради, не прелюбодействуй» и так далее. Поэтому речь пойдет не об этом. Речь пойдет именно о нынешней состоянии армянской церкви. Хотя нынешнее состояние армянской церкви жиждется на том, как армянская церковь вообще появилась на территории Закавказья и как она действовала, когда она, подыгрывая арабским халифам, потребовала у них передать под их контроль албанскую церковь. Когда это же армянство со временем уничтожило албанский католикосад, используя уже царское правительство России, царской России, во что она превратила грузинские церкви или монастыри, которые есть на территории Армении. По этому корню того, о чем мы сейчас с вами будем говорить, им не одна сотня лет. Ну что ж, давайте приступим. И начнем с первой статьи. Разрушившие мечети Иревана армяне вопят о церквях-новоделах в Карабахе. Об этом написал Эль-Бая Гасымзаде. Фото прилагается. Я не буду говорить о его титулах. Должнестях. По-моему, здесь речь стоит поднять не об этом, а совершенно о другом. Я хотел бы дополнить данного действительно личность заслуженного архитектора республики об одном крайне важном моменте, что армяне относились так не только к мечетям, но и к церквям. Главное, чтобы они не имели отношения к так называемым армянским или к уже армянизированным церквям. Потому что ни для кого не секрет, что армяне любили армянизировать как грузинские, так и албанские храмы. Кстати, они покусились в свое время даже на православный русский храм в Шуше. И этому есть конкретные свидетельства. Но я не буду сейчас говорить об этом. Переходя к следующей статье, в данной статье вы сможете увидеть множество фотографий, которые, возможно, вы и не видели в интернете. Спасибо за это действительно легендарному архитектору за то, что он собрал все эти данные. Но давайте с вами перейдемте все-таки к следующей статье. Армяне выдавали мусульманские надгробия за свои античные артефакты. Вы можете себе представить, насколько же надо быть бесчеловечными, чтобы делать данные лживые деяния? Насколько нужно отречься от своей христианской веры, чтобы делать такое? Это ведь не только воровство. Это глумление над другой верой. То есть два греха в одном событии. Я уж не говорю о том, что глумление также над могилами. То есть три греха в одном событии. Страшно. Но давайте посмотрим видео, которое прикреплено к данной статье. Для того, чтобы мои слова не были, скажем так, просто словами. Давайте посмотрим. Приступим. Приступим. Вот. Поехали. Мы были в нем. Мы в нем. Мы в нем. Мы в нем. Мы в нем. Насколько вы поняли Эти съемки были сделаны В одной из армянских мастерских Страшно Страшно Но впрочем чему мы удивляемся Нет я не буду сейчас Рассказывать о Долгих мытарствах Так называемой армянской церкви О вере я вообще говорить не буду Потому что вера все таки это одно Веру трогать нельзя Какой бы она бы не была Это вера Но касательно истории армянской церкви Я мог бы Напомнить о том как Армянская церковь с помощью обмана Появилась на территории России Первый раз Мог бы Напомнить я уже говорил Неоднократно о том как Армянская церковь Уничтожила Удинский католикасат О том как она Уродовала Православные грузинские храмы О том как она Поучаствовала В уничтожении Русских церквей О том как она Арменизировала Те храмы На которые у нее падал глаз Которые принадлежали по идее Другим Церквям Других народов Церквям других народов Поэтому Чему мы удивляемся Удивляться не стоит Но есть еще некоторые факты Которые дополнительно Обрисуют Картинку Нынешний Понятия В армянских церквях Некоторые сейчас подумают Что я заговорил о Имеющемся факте Педофилии Касательно Брата Главного Католикоса всех армян Нет Нет Я буду говорить о местечковых Епископах И так далее Давайте Приступим Но прежде чем поговорить О местечковых Все таки Еще некоторые факты О так называемом Католикосе всех армян Давайте с вами Обратим на это Своё внимание Католикос всех армян Призвал соотечественников К единству Перед лицом Тяжелых испытаний А вроде бы нормально К единству К братской любви В частности Он заявил Армянский народ Находит в себе силы Возродиться После самых тяжелых Испытаний Потеряв родину И пережив Геноцид Уже смешно То есть Ложь Из уст священника И сегодня мы верим Что у него есть Потенциал Перестроить свою жизнь Укрепить родное государство Успеха В священной миссии Построения родины Можно добиться Только солидарным Участием И единением Всех способных И здоровых сил А вроде бы Если не считать Речь о геноциде Хотя в этом Уже проявляется Доливание Ненависти К другим народам Но уберем Это в сторону Продолжим Вроде бы Такое правильное Высказывание Тем более Перед Армянским Рождеством Если не считать Один момент Ведь Любой Католикоз Должен радоваться Наставшему Миру Не так ли Он не должен Призывать к войне А наоборот Он должен Смирять Любой священник Из Любой Любой Представитель веры Он должен призывать К смирению Не к войне Он должен Посылать на поругание Тех, кто призывает К войне Осуждать их Но в своих выступлениях Католикоз всех армян Почему-то Никак не высказался В отношении тех, кто Стремится К реваншизму В Армении Кто заявляет О необходимости Продолжения войны Партизанской В частности После этого Мы удивляемся Что армянство Глумится Над церквями В Армянской церкви Ничего не изменилось Со времен Начала Прошлого века Когда В России Армянские церкви Были осуждены За причастие И покровительство Терроризм Террористов Не так ли? Ведь за что Нжде Стал воевать Против Царской России За то, что Царская Россия Стала закрывать Армянские церкви Армянские приходы А почему Стала она Закрывать Армянские приходы Потому что В них хранилось В них находились Склады оружия Ничего не поменялось Ничего не изменилось Хотя и прошло Свыше ста лет Интересно Продолжая рассуждать Мы переходим Как раз таки Как я и говорил К местечковым К одному из местечковых Священников Это некий Архиепископ Паргев Мартиросян Люди венчаются Значит Есть надежда Прежде всего Мне хочется Задать вопрос О какой надежде Идет речь? О мире? Возможно Да Если люди Венчаются Но если Рядом С этим Той церкви Действует мечеть Где люди Тоже Приобретают Божественную Форму Семьи Если При этом Данное Венчание Происходит Именно В истинно Армянской Церкви Принадлежащей Изначально Армении А не Арменизированный Не Украденный И это Тоже Важно Но Данный Священник Ничего Не Говорит Интересный Момент Когда мы Говорим О том Что Разжигание Конфликта В основном Исходит Извне Я Это не Просто Слова Данный Священник Оказывается В момент Когда Вооруженные Силы Азербайджана Производили Деоккупацию Наших земель Настолько Близко Принял Якобы Боль Народа Что Попал В больничку Но Лечился Он Не в Армении Не в России Лечился Он В США Ему Было Плохо Сердцем Интересно Почему Не в России Вопрос Интересный Этим Вопросом Я Бы Хотел Чтобы Заинтересовались Российские Правоохранительные Органы Почему США Если Ли священник Данный Священник Продолжает Производить Своё Якобы Служение То стоит Как следует Проанализировать А служение Еле это Или Услуженливость Перед Западом Не собирается ли Армяне В неочередной Раз превратить Божий Храм В некий Центр Борющийся Против России Как это Было В начале Прошлого Века Интересный Вопрос Есть еще Один Момент Данный Священник Почему-то Приглашая В армянизированный Храм Потому что Это некогда Был Албанский Храм Приглашает Кого угодно В частности Российских Капелланов Но Не приглашает В данный Храм Истинных Его хозяев Албанских Священников Кстати Православных Не странно ли Кроме этого Как Вот эти Славянские Капелланы Служащие При российской Армии Относятся К тому Во что В Шуше Армяне Превратили Албан Православную Церковь Русскую Православную Церковь Когда они Ее пытались Армянизировать Задал ли Данный Священник Православным Священникам Действующим При российской Армии Данный Вопрос Сомневаюсь Или наоборот Задали ли Православные Священники Действующие При российской Армии Вопрос Данному Армянскому Горесвященнику Вопрос Тоже Интересный Все эти Вопросы Я хотел бы Адресовать Вам Дорогие Мои Зрители Мне было бы Интересно Услышать Ваше Мнение Я сейчас Даже не задаю С пока Вопросом Об этом Видимо Стоит Отдельное Сделать Видео Касательно Того Что вообще Армянские Священники Делают В том Самом Районе Карабаха Который Был передан Азербайджану Который Полностью Был передан Азербайджану И как Там В храме Который Находится На территории Азербайджана Могут Венчаться Приезжие Армяне Вопрос Крайне Интересный Честно Говоря У меня Действительно Происходит Некая Нестыковка То есть Армянский Священник Лечащийся Почему-то В Штатах И Российские Миротворцы Которые Позволяют Ему Продолжать Оккупировать Не Принадлежащий Ему Храм Мне даже Тяжело Знаете Это Утяжеляет Вопрос Крайне Утяжеляет В отношении Того Какие силы Удерживают Данный Храм США Или Россия Здесь Что-то Метафизическое И Возвращать Данный Храм Мы Обязаны На мой Взгляд Нам Необходимо Жестко Заявить И Кстати Заявить Должны Именно Наши Удины В отношении Того Чтобы Этот Храм Был Возвращен Им Именно Удины И должно Быть Жесткое Заявление Всех Удин Всего Мира И Здесь Должны Действовать Каждый Азербайджанец Искать Удин И чтобы Удины Делали Данное Заявление Собрать Петицию Удин Именно Удин От Удинского Народа Для Возвращения Их Храма Таково Мое Мнение Как-то Так Дорогие Друзья На этом Я заканчиваю Данное Видео Всем До Свидания Всем Пока Всегда Ваш Сидав Камран До Свидания